Система может, ну любая, наверное, оперативная календарная система, может ввести планирование производства. То есть наша система с группой КП, она может оперативная, календарная как-то ввести. И про планшет, у нас есть в Новосибирске одно предприятие, которое каждое утро начинает планировать, ну примерно такой же телевизор у них там, и как бы зеленые колбаски, красные колбаски. По колбаске имеется в виду, то есть выпуск готовой продукции, которую мы делаем. Все, что зеленое, как бы директор на это не нервничает, радуется как бы. А если он видит краснотол, он понимает, что значит есть какая-то проблема по этому заказывать, значит какая он уже там, как бы, директивно адресует ее начальнику цеха, где там возникает проблема, и как бы они все видят и используют в планировании именно цифровую модель системы планирования. То есть там и учет, и фактическое выполнение, и материалы на складах, готовы к продукции. Но, значит, что важно отметить, что без технологии, как бы, планирование невозможно, раз, что должна быть интеграция между системами технологическими и планированием, два, и дальше, как бы, все эти данные должны уже быть переданы в систему какого-то бухгалтерского финансового учета или на верхний уровень ГРБ предприятия, чтобы там все это корректно обработало. Да. Автоматизировать планирование однозначно надо, потому что, во-первых, ситуация меняется очень быстро, и если процесс планирования не автоматизирован, то он очень сильно растягивается по времени. А второе, ну, мы тоже обсуждаем, уделяя решение по планированию, сталкиваемся на предприятиях с тем, что планирование-то занимается один человек, и вроде бы, говорит, препятствия, говорит, у нас все здорово, у нас есть Иван Васильевич, он все знает. Я говорю, Иван Васильевич, ты когда последний раз в выпуске был? Он говорит, я не помню. Я говорю, знаешь, почему? Я говорю, не знаю. Потому что безумие там производство стопы. Потому что он все знает. Потому что он все знает. А самому датчик переносить это все, оцифровывать и отминфицировать. Ну, и как бы, введение таких систем позволяет именно нагляд, видеть и понять, какие проблемы дальше у нас будут, какие там. Но, тем не менее, как бы, даже на этапе ввода исходной информации мы уже выявляем те проблемы в предприятии, какие-то, ну, от самого банального, да, там, наличие материала, инфекточек нас туда, до каких-то более серьезных проблем, что там нормы не те, и там что-то. Поэтому мы еще отдельно вернемся чуть позже к вопросу о готовности к цикровизации, а сейчас обсудим следующий вопрос. Я про это. Спасибо. Вот вопрос будет по теме Александровны. Цикровизация, как это централизации, как наложение, цикровизация влияет на многих труда. Чувствуется ли уже, что рабочие более настребованные и не востребованные инженеры? Выясните, пожалуйста, скажите, как это? С сожалению, Татьяна Александровна не смогла писать, что они представители, да? Как, вот, припадя статистику центра занятости, сказать, что у нас так много соискателей, программистов, инженеров, нельзя сказать, что прям, потому что их единицы, они сразу же трудоустраиваются. Но в то же время у нас востребованность этих профессий есть. Хотя, конечно, самое большое количество у нас рабочих профессий, это, естественно, и МСР, но в то же время высоким разрядом. Востребованные? Да, востребованные, да. Есть, наверное, порядка 50 инженер-технологов у нас требуется, также инженер-программисты. Работодатели предъявляют, конечно, высокие требования, хотя, конечно, сейчас с новым заказательством они не имеют права опыт работы прописывать, но все равно они ссылаются, как бы, все-таки требуют опыт работы и знания многих компьютерных программ, также вот и САП, и 1С, вот такие. Но вот сейчас я хочу сказать с другой стороны, как бы, про цифровизацию наших госучреждений. Вот у нас, конечно, с вашими масштабами вот этих технологий КАМАЗа или с эвровизацией, мы переходим как маленького учебного, как бы, так вот, по сравнению с вашими, и такое маленькое учреждение на электронные услуги. Получается, работодатели могут получить государственную услугу в электронном виде. Для этого они должны обратиться через портал госуслуг, подать свою вакансию и получить для себя, ну, так скажем, вот, просто, проще говоря, список подходящих кандидатур. Или это называется предоставление государственной услуги в содействие по дворе работников-раблюдателям. Вот, разъедят работодатели, скажем так, такие цифровые технологии у них, да, на производстве. И при этом они не хотят обращаться к нам через электронные услуги. Они приходят и, вот, получается, специалисты отдела кадров. Нам проще сидеть и прописывать вот это при вас, хотя на производстве такие технологии при этом проходят, а они приходят к нам или это уже отправляются по электронной почте. Отличный пример, на самом деле, считай, не производственная деятельность, но однозначно дает возможность повышать эффективность. И это для всех предпринимателей, не только из-за производства, любая деятельность многократно повышает производительность при автоматизации и цивилизации. Можно я еще так скажу, что есть вот такая сейчас общероссийская база вакансий, как-то работодателям хочу сказать, что общероссийская база вакансий, работа всем, труд всем, он получается, как бы, получается, работа всем. Там каждый работодатель может свою вакансию выставить, зарегистрироваться, подать свою вакансию. И также там все соискатели, это всероссийская, получается, сразу видно всю Россию соискателей со всей страны, и также и предприятия организационные. Это то самое, я думаю, информационное обострадство, которое создается. Да, да, да. Все наши вакансии тоже там освещаются. Сразу, ежедневно нам освещаются наши вакансии цивилизации. Ну, еще момент один, все-таки автоматизация и цивилизация, это не про сокращение. Автоматизация и цивилизация, это про повышение производительности труда и увеличение объемов производимой продукции тем же составом. На самом деле, никто не говорит о том, что надо рабочих сокращать. На самом деле, современные технологии позволяют человеку многократно повысить свою производительность с применением дополнительных технологий. Я сейчас говорю Константину Муртутину, попрошу рассказать о том, как технологии виртуальной реальности, и аддитивные технологии позволяют повысить производительность труда рабочих. В России пока не очень активно применяется макрандель, практически не применяется. Будет как в Монголии разработка, пока все, конечно, находится в том, которое маршрует, наверное, касается. То есть, на самом деле, все-таки мы представляем либо, например, каталоги с виртуальными объектами, которые движения показывают, например, виртуальными и еще чего-то. Виртуальный, например, автомобиль, там не нужно попытаться неизвестить, о которой мы говорили, в общем-то, как мы написали. Значит, компоненты важны для потребителей, важно всего в терапевтике запросить, в общем-то, а где может быть это происходит с эффективностью? Но я видела несколько завершений. Это, наверное, шут, по-моему, и еще тут представляем на выставках, значит, виртуальных различных разработок. Значит, они в основном применяются там, где идет обучение эмоционала. Мне кажется, это слишком узко. Ну, точно. На счету-то и сильно повысить эффективность, наверное, нельзя, но можно, например, быстро ввести в технологический процесс на какого-то человека. Ну, то есть, условно, одевая на него очки, значит, в дополненной реальности, здесь не идет планы. В общем-то, вы берете объект, например, модель автомобиля, на нем все абсолютно размечено, то есть распознавание идет, и втыкается штекерой и так далее, разъемом. В принципе, может человек вообще не ознакомленный с прибором, устройством. Ну, то есть, пользоваться можно начинать прямо сейчас. То есть, история про то, что вы, например, берете на работу стажеров, да, ну, то есть, это мишень не очень дорогое, очень активно может эксплуатироваться прямо сразу. То есть, вот этот кусочек. Почему я считаю, что он все равно узкий? Потому что, во-первых, ну, а подзывание касается не произвелся, скорее, там, где мы обучение берем. Значит, и, все-таки, такую миграционную реальность надо более активно использовать там, где идет продажа. Прямо все очень легко, как бы активно мы планируем, например, в миграционных центрах автомашних, потому что, в общем-то, это не нужно, во-первых, значит, сам объект разместить, то есть, вот эти затраты снести на перемещение, значит, транспортного средства. Значит, можно, во-первых, еще снимать данные для себя. Какие части автомобиля интересны, например, потребителям? Ну, то есть, это все классифицировать и знать, что конкретно интересует потребителя, при этом не применяя историю стяжения за ним, да, вручную. В принципе, в дилерских центрах так вот и происходит, да, где, вот, например, человек записывает, там, смотрели это, это. Есть тепловой величине картистик, но точно, что мы не знаем, ну, то есть, здесь при заинтересованности, то есть, открывал дверцы, смотрел какие-то отдельные компоненты, это технически снимаемо в автомате, ну, то есть, обработав всю эту информацию, мы получаем вообще фактически инсайдерскую информацию за тему того, в чем заинтересован потребителям. Мне кажется, идет от кусочек сейчас рынка очень интересный. Если касаться каталогов, например, да, то для нас немножко не исследовано пока до конца, но, на самом деле, во-первых, визуализация очень хорошего качества, вот так ты можешь повернуть этот компонент для себя, посмотри, какие технические, как он, где-то там. Плюс инфоточки, ну, то есть, информация более точная, ты можешь разобрать этот объект в этом компоненте. Вызывает высокую здесь рисованность. Ну, то есть, сейчас вот, было открытие, как раз, как и, да, я пообщалась с теми, как бы, эту автализацию делать на отдельные компоненты. И, надеюсь, что мы будем делать технологии на авт, в общем, для нас это очень интересно, и мы будем поедать с теми. Отлично. И, кстати, нам привела хорошие примеры, прям яркие по выключению, по сбыту. На самом деле, мое видение, что пока очень недооценено применение ориентивной технологии и ритуальной реальности для светлого производства в процессе, потому что вот та самая выявленность даже означает, что по конвейеру сейчас пойдет один из десяти миллионов вариантов. И один человек говорит десять миллионов вариантов, и ему надо дать инструкцию по сбоке каждого конкретного варианта. И вот здесь, от вас, виртуальная реальность и эти технологии однозначно трудоустроены. Очень сильно на стыке работа, действительно, если мы можем разрабатывать собрадочные системы, то, значит, это работает особенно там система. То есть, здесь можно брать объекты, которые адаптировать их, ну, то есть, единственные проблемы, пожалуй, то есть, это на технические решения там и средства, которые у нас в комплекте это выставка, это ужарка, это насколько упрощенная или сложная в должном факте. То есть, скорее, технические проблемы, они держат. Да, мы всегда должны смотреть на сотрудника не только как на обреду, на который он не хочет работать, но и на то, а далее мы всем необходимые инструменты для того, чтобы он работал эффективно, быстро и производительно. Так, Дмитрий Константинович, спасибо. Спасибо. У нас такое небольшое объявление. Вообще, у нас круглых столов до 11 часов. У кого запланировано посещение других круглых столов, в принципе, сейчас самое время туда перейти, но поскольку у нас близ другого круглого стола не будет, я думаю, минут 10 у нас еще продлится, опять же, не обязательно. Но мы бы хотели темы больше, а тема у нас сейчас следующая, это насколько предприятие готово к скровизации. Вот самое удивительное, вот тут как раз не айтишники и уходят, которые нужны здесь, да? Ну, что идет у нас? У нас за то, что... Проблема центра занятости только одна. Вот у меня друг работал на команде в ЗМА, один из ведущих, да? Уехал в Германию. Что хорошо, центр занятости его переквалифицировал, он подтвердил свой конструктор, свой как бы... Почему? Они говорят, что востребован рабочий. Да потому что работодатели не верят в центр занятости, не обращаются. На самом деле, КАМАЗ не даст соврать. У нас, знаете, что происходит с этими сайтист-специалистами? Компанию друг у друга ворудите. Мы, у вас нету... Вот к нам обращение по обучению было, да? Ну, там бухгалтеров обучаете. Да не нужно количество столько бухгалтеров. Есть опыт совершенно привлечения... У меня есть опыт привлечения программистов из другой области. Людей в возрасте в 30-35 лет. Их можно переучить. У них очень хорошее образование советское, и они нормально становятся, нормальным программистом. Государство, к сожалению, тратит деньги не на то. Нам не нужны бухгалтеры. Почему вы считаете, что мы обучаем только бухгалтеров? Программистов вы обучаете? Вы приглашаете специалистов с КАМАЗа или с нашей фирмы, для того, чтобы они программистов обучили. Дело в том, что Центр занятости организует обучение, но сам не обучает. Обучает образовательные учреждения. Это первое. Второе. Это абсолютно правильно, потому что есть закон об образовании, есть лицензирование образовательной деятельности, и Центр занятости – это не та организация, которая должна обучать или получать лицензию на образовательную деятельность. В Центр занятости работает тесно с КАМАЗом по опережающему обучению. Кстати, в этом году реализуется программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В этой программе участвуют 9 предприятий нашего города, которые с целью повышения производительности труда будут обучать около полутора тысяч своих работников за счет средств субсидий Республики Татарстан и Российской Федерации. И это все организуется в Центр занятости. Другого русла, да. Вот 1С ЕРКи сказали, да, преимущество. А какие минусы? Вы сказали минусы. А в основном? А что минусы? Минусы? 1С ЕРКи. 1С ЕРКи. Сейчас, секунду. Вопрос не могу. Проследие. Кто, Гранат Базович, здесь необходимо. Первое, просто посадку быстренько, это просто, ну, вообще, это историю с нами давно работали, в этой сфере. Сад у нас в крупных предприятиях начали внедряться с приходом иностранного капитала. у них первое требование было, чтобы стоял, им что известно, сад Баан и Оракол. Вот, по ЕРКи. ЕРКи вышел на уровень, 1С ЕРКи, на уровень западных систем. Но, все то, что было до этого 1С, вот эти, боячки, они оставили. Первое, у нас любители работать с минусами, да, отрицательным остатком в САПе, ничего такого не сделают, система не даст, а в 1С можно отключить контрольные отставки. – Это минус? – Да. – Да, это минус. – Второе минус. – В 1С ЕРКи работают с документами задним числом. Можешь работать с документами, а когда оно повлияет, И это осталось, как во всех аргументах, и все равно, вот то, что изначально минус были ориентированы на бухгалтеров, да, что это, один раз в месяц, там, тот баланс, там, налоговый, документы, вот когда они будут, а вот эту часть, они в 1С ЕРКи расставят, то есть задним числом, можешь работать с документами, а когда оно повлияет, сейчас даже это еще больше влияние пошло с 1С ЕРКи, чем было бы 1С бухгалтерии, или 1С УПП, сейчас гораздо хуже влияет, это работает с задним числом. – Ну, по остальным, я так не знаю… – А почему в САПе этого нету? В САПе этого физически нету, понимаете? Там невозможно работать задним числом. К сожалению, как бы… В 1С, вот то, что Арнадьевич сказал… – Нет, там можно… – Но есть, есть, возможно, это дело отключить. – Системную дату можно перенести и работать там. – Да. – Ну, коллеги, у меня просьба. А можно мы сейчас это не про автоматизацию, а про цифру поговорим? Хоть чуть-чуть. – Да, давайте, Арнадьевич, скажите, пожалуйста, на основе вашего опыта, насколько предприятия готовы к эксплуатации наших. Каким видится готовность к эксплуатации эксплуатации? Когда надо начинать цифру? – Да, давайте. То, о чем я просил Эльдара рассказать, он вскользь упомянул мониторинг эксплуатации автомобиля. Благодарим Юлию Функиной. Вот, давай все-таки еще раз проговорим про сами данные. Мы сейчас с вами все много и много говорим про автоматизацию. Это будет одно предложение. Совместные предприятия с мировым брендом работают в саде. Однако наши российские сотрудники работают с таблицами ЭКЗ. Вот это вот самое страшное в саде. А теперь непосредственно про цифру. Здесь, к сожалению, остались одни айтишники, я так могу предположить. Слава Богу, это очень здорово. Спасибо большое. На самом деле, понимаете, этот этап автоматизации уже пройдет. Нужно задать вопрос, а бизнес готов к этой самой цифре? И вот о чем идет речь. Берем совместное предприятие с мировым брендом. Продвинутое совместное предприятие с продвинутыми рабочими центрами. На этих продвинутых рабочих центрах снимаются показатели. Какие показатели? Сколько деталей собрано? Это первая цифра. Последний пост. Это рабочий центр, который проверяет изделие на качество. И он подсчитывает, сколько качественной продукции, сколько некачественной продукции. И так снимаются эти цифры. А что происходит в жизни? Мастер переписывает сначала, вернее, на доске переписывает, затем на листочек, потом с листочкой в взрывную таблицу. А это то, что называется человеческий фактор. Он не со зла. Он ни там запятую, ни со зла поставил. Вот так вот в конце смены устал. Не говоря о работе с этой цифрой по браку. И желательно, чтобы вот эти реальные цифры попадали в ERP-систему. САК, ERP, 1С, ERP. Сейчас не об этом. Желательно минимизировать вот этот процесс ручного ввода. А это тоже по производительности. Так вот, возвращаясь к этому вопросу. У нас сам бизнес готов к переходе на цифру. Или не готов? Судоро. Я как представитель бизнеса, но если я единственная, то вау. Вообще, на самом деле, мы посещаем КАМАЗ с 1994 года. И действительно, КАМАЗ это плавно. Он нас тянет за уши. Мы везде в передоводке, мы везде. Это мы куда подключаемся. По крайней мере, если не допрыгиваем, то есть пытаемся хотя бы допрыгивать. Поэтому мне настолько все там близко, настолько все переживательно. Кангогин четко говорит. Ребята, если раньше четыре модели было, то сейчас будет вообще. Вы бы хотел автомобиль покупатель. Вот хочу такой, 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 такой. И мы будем каждому в дом нести именно тот автомобиль, какой он хочет. И получается, вот правильно, да, Тагин сказал. То есть, такая варианность получается. А цена должна быть серийного автомобиля. То есть, не должно быть, если наши, наш бизнес умеет делать гордо, умеет. Мы умеем делать быстро. Мы научились работать быстро. Ну, один из быстрых поставщиков. Более-менее, скажем так, ну, как можем, качественно. Но мы не научились дешево. Мы не можем везти самолетами, самолетами дешево. Мы не можем еще так это делать. Но Кангогин говорит, надо, чтобы было еще не дешево. И поэтому у нас очень, очень такая ситуация, да, мы находимся в очень жесткой конкуренции. То есть, мы таких как... Мы поставщиков-то команде много. Пусть они будут, пусть все процветают, но...